Современные технологии не во благо. В центре города дети на электросамокате попали в ДТП. Сотрудниками ГАИ будут организованы профилактические отработки города, направленные на предупреждение и пресечение нарушений ПДД. Кто виноват? На пожаре в Бобруйске спасли супружескую пару. В общежитии сработала система оповещения о пожаре. Что стало причиной? Чужих детей не бывает. В стране участились случаи педофилии. В небольшом городке Витебщины семейная пара, причастная к распространению детской порнографии. Как уберечь самое дорогое? Это сирена. Громкие ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Мы ложимся ровно в 10 минут. Засекайте. Бей своих, чтобы чужие боялись. В Могилевском районе мужчина зарезал знакомого и закопал. Двое приятелей собрались вечером на Сабанту. И у хозяина дома и его друга в ходе застолья возник конфликт. Гость в порыве гнева схватился за кухонный нож и несколько раз ударил им мужчину, а после попытался избавиться от тела, закопав его прямо во дворе. Планы нарушила родственница, которая внезапно приехала к брату и обнаружила свежую насыпь земли, из которой виднелись части тела, а в доме постороннего. Она и позвонила в милицию. Сотрудники ОМОН задержали мужчину, который, к слову, никуда и не сбегал. Ранее он уже был судим за убийство. Возбуждено уголовное дело. Санкциями статьи предусмотрено до 15 лет тюрьмы. Защита детей – приоритет взрослых. По инициативе МВД до 31 мая в стране проводится комплекс мероприятий по противодействию преступлениям против половой неприкосновенности и свободы несовершеннолетних, а также обороту детской порнографии. На днях в Гомеле задержан 47-летний педофил Грумер. Мужчина создал фейковые страницы в соцсетях и под видом несовершеннолетнего знакомился с подростками. Требовал выслать фото интимного характера, после чего под угрозой распространения заставлял снимать более жесткий контент, который распространял в чатах. Следователями возбуждено несколько уголовных дел. По инициативе МВД с 26 апреля по 31 мая проводится комплекс мероприятий по противодействию преступлениям против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних, обороту детской порнографии. Основная цель акции – формирование в обществе негативного отношения к проявлениям насилия, недопустимости, умалчивания малейших фактов и признаков таких действий. Зачем тратить свое, если есть чужое? Наработница дома-интерната для инвалидов придумала схему такого простого, но незаконного заработка. По информации следствия, 30-летняя шительница Могилева проникала в кабинет одного из руководителей и пользовалась деньгами с банковских карт, проживающих в учреждении недееспособных лиц. Обналичивая в банкоматах пособия, женщина за 3,5 месяца обогатилась на 35 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, а мошеннице грозит до 12 лет тюрьмы. Опасный девайс на Минской не разъехались Рено и самокат. Дети 10 и 11 лет двигались по тротуару вблизи 18-й школы на одном электросамокате. Автомобилист в это время поворачивал направо и не уступил дорогу. Удар пришелся на заднюю дверь француза. Везение не иначе обошлось без пострадавших. ГАИ тем временем усилила контроль. По 9 мая госавтоинспекция проведет республиканскую профилактическую акцию «Мотодвижение без нарушений». Сотрудниками ГАИ будут организованы профилактические отработки города, направленные на предупреждение и пресечение нарушений ПДД водителями мототранспорта с применением гласного, негласного и смешанного контроля за дорожным движением. По стране фиксируются десятки аварий. Только в прошлом году в Могилевской области 31 ДТП с участием мотоциклистов. Погибли 3 человека, еще 30 получили травмы. Экстренные эвакуации на пожаре в Бабрюйске спасли супружескую пару. В общежитии на Ульяновской загорелась стиральная машина. В блоке в этот момент находились хозяева 56 и 63 лет, оба инвалиды первой группы. Самостоятельно выбраться они не смогли. На помощь подоспели спасатели. Мужчину госпитализировали. В общежитии сработала система оповещения о пожаре. 8 человек эвакуировались самостоятельно. В результате данного пожара сгорелась стиральная машина и повреждено некоторое имущество в одной из комнат общежития. Специалисты рассматривают версию неосторожного обращения с огнем при курении. На следующий день на 50 лет в ЛКСМ загорелась легковушка. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание порошковым огнетушителем. Поврежден капот и подкапотное пространство. Причина ЧП – разгерметизация топливной системы. Аферисты не дремлют и продолжают разводить белорусов. Правоохранители, в свою очередь, ведут активную работу по пресечению профилактики таких преступлений. Но важно и самим не быть беспечными. Главное – не оставаться в стороне. Рассказывайте родственникам о схемах обмана, разговаривайте на эту тему с детьми. Когда соцсети во зло, развернута и масштабная работа в Инстаграме. С начала года зарегистрировано более 700 фактов, когда люди переводили деньги за товар, но не получали его. Пострадавшие признают, о применяемых мошенниками уловках не раз слышали от правоохранителей. Проблема широко освещается и в СМИ. Однако, по словам жертв, стремление совершить удачную покупку в ряде случаев берет верх. Напоминаем о бдительности и рекомендуем оплачивать товар только после его получения. Злоумышленники размещают поддельные страницы за счет взятых из интернета фото. Создают видимость крупного бизнеса. Сфабрикованные отзывы и накрученные подписчики демонстрируют картину благонадежности. Чаще всего потенциальных жертв притягивает низкая цена. Люди бездумно переводят предоплату или вообще всю сумму и ждут у моря погоды. А продавец, в свою очередь, получив желаемое, перестает выходить на связь. Это была «Сирена». Ну а больше новостей ищите на нашем канале в YouTube и в соцсетях. Я Кристина Рианс. Увидимся через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok